Главное, чтобы люди приходили, получали все, что они хотели. Им становилось лучше. Все. Главное, конкретно цель была поставлена. Все, мы должны были ее. Мы не знали, месяц это пройдет, два это пройдет. Мы, конечно же, надеялись, но когда уже спад пошел, мы действительно начали радоваться. Ну вот, вот, значит, есть вот это. Было принято решение развернуть стационары в городе. Потому что действительно пошел тенденция роста, резкого роста заболеваемости. И у людей действительно чувствовалось ухудшение состояния. Они это в реалии понимали. И поэтому я думаю, что было на тот момент очень правильным решением развернуть стационары в районах. Ну и по Октябрьскому району одним из первых стационаров, которое было задание такое, надо стационар развернуть, на базе муниципального предприятия, пекарня в 12 микрорайоне. Ну, это было рано утром. В общем, мне сказали быть в пекарне. И с утра приехав, по приезду на место назначения, значит, я увидела работников МЧС, которые расставляли вот эти вот койки, да. Палатки, койки расставляли. И, соответственно, мы все, как бы, так как время было сжатое, очень нужно было уже, как это утром нам сказали, то есть в этот день уже мы должны были открыть для населения этот стационар. Поэтому мы все, вот кто был рядом, все начали расставлять, согласно указаниям ЦГСН, обязательно должно было быть расстояние между койками. То есть, в соответствии с этим мы расставляли койки, расстилали вот эти одеяла, простыни, все, ну, вот это постельное белье, так скажем. Мы работаем, как помогают при госпитализации, да, горожан, именно тяжелых, состояние тяжелое, так скажем, у кого. Самый большой в нашем районе, это был дворец Порта. За ночь огромное, прям, вот человеческое спасибо, благодарность Министерству чрезвычайных ситуаций. Нашему районному отделу, который за ночь поставили все эти кровати. Но кровати можно дома поставить, ну, для красоты туда-сюда, да, а здесь нужно было соблюсти все нормы, то есть расстояние между кроватями. Вот, вот, искренне благодарю наши МП «Тазалык», потому что они за ночь смастерили ширмы, смастерили штативы, потому что система здравоохранения, она не предусматривает столько ширм, штативов и кроватей, а огромные потоки людей должны были пойти. И 4 июля утром у нас уже было все готово. К открытию медперсонала практически не было, потому что медики начали болеть, многие лежали сами в больницах. И Татьяна Анатольевна Кузнецова попросила связаться, так как я медик, с медакадемией. Мы связались с Индией Розбаевым, ректором медакадемии, договорились о встрече и попросили ее студентов, либо те, кто на интернаторе, либо те, кто на ординаторе, и студентов 6-го курса пойти работать. К нам отправили этих ребят, и они начали работу. При входе во дворец спорта здесь у нас расположен отсек для подкожных и внутримышечных процедур. У нас закреплена специальная медсестра Чарова Асель, которая делает эти процедуры. У нас первый стационар открылся в Фокке имени Санатпаева. Это, получается, Востоке 5, центральный такой этот район. И, получается, туда обращались жители Востока 5, в ближайших районах. Это, получается, только Льдович, допустим, это был Октябрьский район. Тем не менее, они приходили. Потом уже к нам почему-то стали из 12 микрорайона приезжать. Мы не делили их. Они обращались, мы оказывали помощь. Но поскольку в этот момент так получилось, что это был большой наплыв людей, и несмотря на то, что у нас там было порядка 200 кроватей, 250 кроватей, мы не успевали всех людей охватить, потому что выстраивалась очередь, слишком много было. С первых дней много стационаров у нас тяжелых пациентов очень много было. Народу, тем более, около тысячу суток. На данный момент легче стало. Количество уменьшилось. Тяжелых пациентов почти нет у нас. Есть в легкой форме и в средней тяжести. Также нас сейчас хорошо оснащают приставленные защиты, лекарства в достаточном количестве. В принципе, все идет на убыль. Все хорошо. Айдяна Маратовна, врач-терапевт. Мы работаем на дневном стационаре «Газпром». У нас легкая форма, средне-тяжелая. Тяжелых за последние недели не было. Динамика у нас очень хорошая пошла на улучшение. Многие просто повторно приходят на обследование или просто проверятся. А таких запущенных форм уже нет у нас. Прием ведем с 8 до 7 вечера. Условия у нас очень хорошие. Волонтеры нам много помогают. Меня зовут Элита. Я являюсь волонтером дневного стационара на базе «Холк-Газпром». Сегодня у меня 14-й день. С самого начала нам было, конечно же, тяжело. Сейчас идет заметный спад. Это говорит о том, что люди выздоравливают, идут на поправку. Поэтому, несмотря на то, что нам тяжело дышится в этих костюмах, эти тяжелые моменты компенсируют то, что коллектив очень отличный. Есть все условия. Вовремя кормят, есть лекарства. Поэтому желаю всем здоровья, всем спасибо. Врачи обязательно мониторировали, каждому внимание уделяли. Это не был конвейер, чтобы быстро-брыз, быстро всех отпустить. Каждому индивидуальный подход был. Главное было, конкретно цель была поставлена. Все, мы должны были ее. Мы не знали, месяц это пройдет, два это пройдет. Мы, конечно же, надеялись, но когда уже спад пошел, мы действительно начали радоваться. Ну вот, значит, есть вот это. Я думаю, что мы сделали все для того, чтобы помочь городу, помочь именно нашим жителям, вообще Кыргызстану в целом, для того, чтобы снизить количество заболевших и количество смертельных случаев. Конечно, к сожалению, не обошлось без потерь. Естественно, были у нас и потери. И с непривычки, наверное, мы прям тоже вместе плакали, провожали. Ну, всякое было. Но, тем не менее, получилось чуть-чуть уменьшить это количество. Вы знаете, наверное, я в жизни прошла очень такую хорошую школу, чтобы не говорить, что все плохо. Все было так, что мы могли осилить. Мы осилили. Мы сделали все возможное. Если бы даже потребовали от нас что-то невозможное, я думаю, все акимиаты и мэрия сделали все невозможно для того, чтобы оно стало возможным. Это волевое решение мэрии, вице-мэра, акимов наших делать, было самое правильное решение. Открывать дневные стационары и ночные стационары. Мы пересмотрели ценности, мы переориентировались. Ну, и самое главное, вот даже когда за мамой сидели, вот они тоже, это я говорю, девочки, вас испытывали напрочно, я говорю, вы тем смело можете говорить. Вот я выстояла такое. На самом деле было очень тяжело, но... Как это, говорят, Бог дает испытания? По силам. Поэтому каждому по силам было. Мы провели это все. Музыка. 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 Страх. Это, получается, усталость была. Да. И, наверное, что еще можно сказать? Долг, наверное, то, что вот именно должен и шли. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok